Я думаю, что полный объем информации, который даст заместитель Башкана, побывавшего во всех этих населенных пунктах, будет всеобъемлющим и достаточным для принятия нами решения. Пожалуйста. В особенно сложной ситуации оказались 4 населенных пункта Киритлунга, Кангас, Светлый и Казахлия. В общем итоге были подведены, всю неделю работала комиссия по чрезвычайной ситуации по населенным пунктам, объезжала, вывели ущерб, который был нанесен нашим населенным пунктам. И в общей сложности у нас получилась такая картина, что в аварийном состоянии один жилой дом в селе Киритлунга, но он по той причине, что в принципе, наверное, сам по себе уже старый дом, он в состоянии еще применять людей, но вместе с тем там осуществляются какие-то работы. Значит, разрушено погребов один, в аварийном состоянии два подвала, два гаража в аварийном состоянии, подтоплено жилых домов 73, затоплено 58 подвалов, частично подтоплено подвалов 166, прорваны дамбы, два пруда в селе Казахлия и в селе Кангас. В принципе, эти работы уже выполнены, смыто сельхоз углодил 35 гектаров, повреждено дорога со щебеночным покрытием 6100 метров. Это смыло, глубина смыла до метра, ширина полметра, вы себе можете представить, практически по населенным пунктам проехать невозможно. У нас в Перет-Лунге это школа отсечена, детский сад отсечен, то есть есть очень серьезные проблемы. В Казахлии были смыты бетонные плиты, практически эту проблему нужно в ближайшее время решить, для того, чтобы войти в зиму. Повреждено грунтовых дорог 2900 метров, повреждены дороги тротуаров с железобетонным и асфальтным покрытием 704 квадратных метра, обнажено подземных коммуникаций водопровода, то есть смыв воды, он практически верхний слой грунта убрал и остались голые водопроводные участки, поэтому их нужно, с учетом того, что зима, и зима будет, говорят, холодная, вода может замерзнуть в трубах, поэтому их нужно закопать. Коммуникация водопровода 850 метров, более того, обнажено подземных коммуникаций газопровода низкого давления, это 1308 квадратных метров, это больше километра. Практически для того, чтобы мы сегодня локализовали ситуацию, чтобы закрыли самые насущные проблемы в населенных пунктах, где вот эти проблемы имеются, я предлагаю, чтобы мы выделили дизельное топливо из материальных резервов Гагрузии, только для того, чтобы перевести глину. Мы отработали в каждом населенном пункте, какие работы необходимо выполнить, там есть и электрические кабеля освободились, бетонные плиты, практически их нужно перестилать, поэтому предлагается, чтобы мы приняли решение выделить из материальных резервов автономии село Керетлунге одну тонну дизельного топлива, Кангазу полторы тонны дизельного топлива, светлому одна тонна дизельного топлива и наибольшей пострадала Казаклея, три тонны дизельного топлива, в общей сложности это шесть с половиной тонн дизельного топлива на четыре населенных пункта. Вместе с тем, если говорить о ущербе нанесенном, то был просчитан полностью по всей Гагрузии, село Кангаз просчитали мы вместе с управлением строительства, село Кангаз по дорогам ущерб 1 миллион 180 тысяч лей и дамба пруда 174 тысячи лей, село Казаклея 1 миллион 120 тысяч лей, по жилому фонду 10 тысяч лей, поселок Светлый по дорогам 1 миллион 400 тысяч лей, по жилому фонду 11 тысяч лей, Чадар-Лунга по дорогам 570 тысяч лей, Баурчиль 70 тысяч лей и Джалтай 179 тысяч лей. В общей сложности ущерб был нанесен по дорогам на 4 миллиона 519 тысяч лей, по жилому фонду на 196 тысяч лей. Мы сейчас готовим документы комиссии чрезвычайной ситуации и обратимся, с учетом того, что мы свою часть вкладываем, обратимся в республику, чтобы они оказали кое-какую помощь из республиканского бюджета. Более того, могу сказать вам, довести до сведения о том, что практически подсчитан ущерб, нанесенный сегодня этими дождями, в целом Гагузии и сельскому хозяйству, подсчитано 95 миллионов лей. Так, Николай, 95 миллионов лей нанесен ущерб стихии и практически уборка показала, что этот ущерб тоже нужно было. Эти документы уже поданы в республиканские комиссии и в Министерство сельского хозяйства. Наверное, Башкан и мы вместе с вами будем думать, каким образом акцентировать это внимание, для того, чтобы мы вошли в зиму с положительным моментом. К сожалению, это может привести к снижению поступления налогов, поэтому нам с вами придется еще думать, каким образом мы будем выполнять свой бюджет. Предлагается утвердить это постановление. Есть еще несколько населенных пунктов. Я думаю, что мы повторно еще подойдем по некоторым дорогам и доложим повторно. Вот уже там где-то чуть послабее. Ну, решим вместе с Башканом, вместе с вами, решим, какие еще населенные пункты. Но к зиме нам нужно оказать содействие, чтобы все населенные пункты имели доступ и к медицинским услугам, и к услугам вообще в целом, поэтому дороги должны функционировать.